Добрый день, уважаемые коллеги! Поздравляю всех с Днём науки и представляю доклад о реализации НИОКР в рамках федерального проекта номер 2, создания экспериментальной базы для двухкомпонентной энергетики и роль этих НИОКР на перспективу. Как бы федеральный проект номер 2 – это некая опора для федерального проекта номер 1, без которого первый федеральный проект, наверное, не осуществим. В настоящее время поставлена задача кардинального обновления экспериментальной базы для направления реакторов на быстрые нейтроны, кардинального, потому что действительно пришло время. В текущем десятилетии необходимо ввести в эксплуатацию новый исследовательский реактор, потому что действующий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БО-60 эксплуатируется на площадке НИАР с 1969 года. Радиохимические комплексы тоже были сооружены более 50 лет назад и тоже необходимо своевременно ввести современные радиохимические комплексы. В связи с этим стоит задача, которая поставлена в рамках федерального проекта. Это и научные задачи, и практические. С одной стороны, это техническое перевооружение реактора БО-60 с целью продления его срока эксплуатации максимально возможного с точки зрения безопасности. А с другой стороны, это НИОКР, который позволит завершить технический проект многофункционального быстрой исследовательского реактора на площадке НИАР и завершить конструирование оборудования для полифункционального радиохимического исследовательского комплекса тоже на этой же площадке. А с точки зрения практических мероприятий, это техническое перевооружение топливного комплекса для МБИР и основной объем работ по сооружению МБИР и ПРК. Основное предназначение реактора МБИР, ну так же как и его предшественника БО-60, это изучение перспективных видах ядерного топлива, поглощающих материалов, конструкционных материалов, как для направления реакторов на быстрых нейтронов, так и для любого другого направления реакторов. По мере вывода из эксплуатации нашего самого изотопного реактора СМ-3, реактор МБИР должен взять на себя эту функцию и нарабатывать как уже известные изотопы, так и новые изотопы различного назначения, в том числе и медицинского. Это и диагностические, и терапевтические, гамма-альфа-излучатели для отечественных и зарубежных клиник. Есть ряд задач, которые не были в свое время реализованы на БО-60, и которые предусмотрены проектом МБИР. Ну прежде всего это создание нейтронных пучков для различных прикладных и медицинских целей, это и ядерное лидирование кремния, и нейтроноактивационный анализ для изучения структуры вещества, и возможно реализация нейтронозахватной терапии для лечения онкологических больных. Вторая очень важная задача, которую Владислав Игоревич тут уже отметил, это утилизация долгоживущих нуклидов в отработавшем топливе. Конечно, проблему трансмутации минорных коктинидов во всем накопленном АЯД с помощью реакторов на быстрых нейтронов не решить. Для этого существует технология жидко-солевых реакторов. Но решение частной задачи по утилизации Нептуния и Америцы на реакторе МБИР, на реакторе БН-800 и последующих реакторов, это та задача, которая позволяет уменьшить накопление текущего накопления высокоактивных отходов. И вот изготовление минорных коктинидов, так называемых МОВЭЛов для реактора МБИР и для реактора БН-800, это, я считаю, один из положительных результатов, который будет по результату выполнения федерального проекта. И еще одна важная задача, которая раньше не была реализована, это испытание топлива в переходных и особенно в аварийных ситуациях, в том числе в тяжелых авариях, таких как, например, ЛОКО с потерей теплоносителя, это испытания в петлях, в петлевых автономных установках, которые будут с определенной периодичностью монтироваться. Для чего это нужно? Петлевые испытания позволяют наиболее полно обосновать работоспособность топлива, как для Национального органа регулирования безопасности Ростехнадзора, так и для экспорта технологий реакторов быстрых нейтронов на зарубеж. Это то, чем сегодня может гордиться легководное направление, имея петлевой реактор МИР, и то, чего пока нет для реакторов на быстрых нейтронах. Основные исследования на реакторе МБИР будут проводиться в активной зоне и в отражателе нейтронов, то есть в корпусе реактора, но параллельно будут проводиться на выносных нейтроноводах, это горизонтальные и вертикальные экспериментальные каналы. Будет создан современный реактор, который удовлетворяет всем требованиям стресс-тестов, которые были проведены после аварии на из Фукушима. Например, проектом предусмотрены два симметрично расположенных блока системы аварийного охлаждения теплоносителя, пассивные системы, постоянно подключенные к реактору, которые позволяют как расхолодить реактор, так и снимать остаточные тепловыделения в ситуации блок-аут с потерей всех видов электропитания, то, что было на из Фукушима. В рамках НИОКР будет завершено обоснование экспериментальных возможностей как в самой активной зоне, так и в бирилевом отражателе и в трех автономных петлях, вот они выделены голубым, такие крупные круги, в центре активной зоны, на периферии активной зоны и в бирилевом отражателе. Проектом предусмотрены строительные конструкции для этих трех петлевых установок и оборудование для последующего монтажа. Экспериментальные возможности реакторам БИР будут позволять в течение одного года достигать повреждающие дозы до 40 смещений на атом, и тем самым в течение одного года обеспечивать необходимые повреждающие дозы для конструкционных оболоченных материалов. А в течение двух-трех лет необходимые облучения для топлива при нормальной эксплуатации энергетического реактора, а в течение четырех-пяти лет для аварийных режимов, в том числе и с повреждением топлива. Конкурентные преимущества БИР будут не только способствовать развитию технологий реакторов на быстрых нейтронов, но и обеспечат ориентированность научных исследований, в том числе и на зарубеж. В чем эти конкурентные преимущества? Прежде всего, это проектный спектр и плотность потока нейтронов. Это широкие экспериментальные возможности, включая автономные петлевые установки, о которых я говорил. Это освоенная технология исследовательского быстрого натриевого реактора БОР-60 при современном уровне безопасности. Это топливный цикл на площадке эксплуатирующей организации в НИАР, и инфраструктурная обеспеченность послереакторных исследований, чем впоследствии станет ПРК. Пару слов о конкуренции для АМБИРа. Мне кажется, это очень важно. В такой атомной державе, как Соединенные Штаты Америки, после аварии на АЭС-3 Майлайланд в 1979 году, было принято решение, что все исследования перспективных топливных материалов проводят непосредственно в активной зоне энергетических блоков, легководных реакторов, кипящих и не кипящих, ПВР и БВР. Эта стратегия достаточно хорошо работала до тех пор, пока не было принято решение параллельно развивать технологию быстрых реакторов. И в настоящее время мы имеем проект реактора ВТР. При достаточно сопоставимых уровнях нейтронного потока, это вот третий столбец, на мой взгляд, у реактора АМБИР есть три очень больших преимущества. Первое – это, конечно, освоенная технология набор 60. Второе – это так называемое качество реакторов, качество исследовательского реактора – это поток на единицу мощности, что определяет облучательные способности непосредственно в ячейках. И третье, может быть, самое главное – это более ранний срок ввода в эксплуатацию. Для конкурентной борьбы это очень важно. В чем есть опасения с точки зрения конкурентной борьбы? Это в сроках сооружения петлевых установок, поскольку косвенно, расчетно мы предполагаем, что в проекте ВТР петлевые установки также предусмотрены. Вот чтобы выиграть эту конкурентную борьбу, в течение пяти лет, начиная с 2020 года и в рамках РТТН, запланированный НИОКР, они завершатся в 2024 году и позволят отработать технологию штатного массового изготовления топлива, аттестовать все расчетные программы, с помощью которых обосновывалась безопасность, и завершить технический проект, что в свою очередь даст возможность не только изготовить, но и смонтировать нестандартное оборудование натриевых контуров и систем безопасности, обеспечить штатную загрузку, стартовую загрузку активной зоны, своевременно получить лицензию на эксплуатацию и обеспечить в установленные сроки физический пуск в 2027 году и энергетический пуск в 2028 году. Но вот на сегодня только один, пока не решенный, с точки зрения научно-технических всех вещей, это петлевые установки. Но мы движемся в этом направлении, вот уже на март месяц назначено совместное заседание двух секций, первой и восьмой, на которой будут рассмотрены те задачи, которые необходимы для петлевых установок, их конструктив, и даны предложения руководству госкорпорации по сооружению трех петлей. Мы предполагаем, что это будет натриевая, свинцовая и газовая гелевые петли. Конечно, идеальный вариант к моменту пуска реактора сконструировать все три петли, а центральную с наибольшим нейтронным потоком соорудить и вводить в эксплуатацию совместно с реактором. Для решения проблемы завершающей стадии топливного цикла реакторов на быстрых нейтронах сооружается полифункциональный радиохимический комплекс ПРК. Основная задача на ПРК – это отработка технологии переработки отработавшего ядерного топлива, включая современные гидрометаллургические и перспективные перохимические и плазменные технологии, и отработка новых технологий и новых матриц по захоронению радиоактивных отходов, как традиционные высокотемпературные, так и перспективные низкотемпературные. ПРК в перспективе будет перерабатывать отработавшее топливо не только отечественных станций реактора на быстрые нейтронов, но и, наверное, зарубежных, возвращая в топливный цикл делящиеся материалы и минорные актиниды в этих самых мавеллах, изготовление которых будет отработано в ближайшие 1-2 года. При выводе из эксплуатации радиохимического и материаловического комплекса на площадке НИАР совместная работа ПРК и МБИР станет безальтернативной. Вся эта перспективная деятельность ПРК невозможна без тех НИОКР, которые проводились в предыдущие десятилетия и будут завершаться в рамках федерального проекта. Само оборудование ПРК является объектом НИОКР. Будет спроектировано и сооружено 21 универсальный технологический модуль под различные технологии переработки топлива и радиоактивных отходов с возможностью их взаимозамещения и вывода в ремонт без ущерба всей технологической цепочки. Также в рамках федерального проекта будет проведено расчетное экспериментальное обоснование ядерной радиационной безопасности для получения в дальнейшей лицензии на эксплуатацию ПРК. В результате выполнения всех этих НИОКР в рамках второго федерального проекта будет обеспечен своевременный ввод в эксплуатацию реактором БИР. Это будет не просто реактор как таковой, а установка, оснащенная экспериментальным оборудованием, чтобы проводить исследования сразу после ввода в эксплуатацию. НИОКРы создадут максимальный задел для завершения сооружения полифункционального радиохимического комплекса. И тем самым в текущем десятилетии будет обновлена экспериментальная стендовая база, и это будет основание для развития направления реакторов на быстрых нейтронов, ну и всей двухкомпонентной энергетики. Спасибо. Большое спасибо, Александр Семенович. Александр Семенович также сэкономил и собственное время, и поэтому есть шанс для вопросов. Владимир Григорьевич, пожалуйста. Вот когда Вы перечисляли задачи, главные задачи, у Вас по порядку, я надеюсь, не в Ваших приоритетах, на последнем месте стояла петлевая установка. Когда мы обсуждали этот вопрос на наших НТСах в конце прошлого года, мы поставили эту задачу суперприоритетом, считая, что без петлевую установку ценность реактора, ну, стоит вообще вопрос о его сооружении без петлевую. Когда я на последнем слайде увидел цели РТТН и не увидел там ни одного слова про петлевую установку, мне становится непонятно. Может Вы что-нибудь ответите по этому поводу? Владимир Григорьевич, я несколько раз говорил про петлевые установки, как важные. Возможно, что я действительно неправильно скомпоновал вот этот файл, Вы это заметили, спасибо. Но петлевые установки, это может быть одна из самых важных новых задач, которые стоят вот в рамках МБИР для направления реакторов на быстрых нейтронов. Я очень надеюсь, что в марте месяце, когда Ваша секция и секция Евгения Олеговича будет обсуждать петлевые установки, будет найден правильный вариант, и действительно эти установки будут сконструированы, и очень надеюсь, что одна будет сооружена к 28-му году. Я надеюсь, что это будет натриевая, и это будет центр активной зоны с максимальным нейтронным потоком. В качестве еще одного вопроса, Александр Семенович, правильно ли я понял из Вашего доклада, что надо зафиксировать важность своевременного выполнения вот этой дорожной карты по воду МБИРа, для того, чтобы занять свою экологическую нишу на площадке возможных услуг со стороны исследовательских реакторов в мире? Обязательно. Вот здесь прогнозно было 30-й год, пуск ВТР. По нынешней информации, наверное, где-то 32-й. Четыре года – это очень важно. Кто придет сюда с исследованиями, скорее всего, отсюда не уйдет, потому что, действительно, это будет очень хороший реактор с очень хорошим оснащением экспериментальным, ну и плюс все-таки та технология, которая на площадке НИАР с развитой инфраструктурой и персоналом. Персонал – это очень важно для эксплуатации исследовательского реактора. Кто раньше, тот и выиграет. Спасибо. Продолжение следует...